Больше 100 тысяч рублей собрали ученики первой школы на ежегодной благотворительной ярмарке «Мы помогаем». Члены Школьного экспресс-совета, органы ученического самоправления инициировали мероприятие для того, чтобы помочь детскому отделению окружной больницы. Параллельно с ярмаркой во дворе школы старшеклассники возводили снежный городок для малышей. Подробности о том, как проходили выходные в школе, в материале Ольги Русул. Благотворительная первошкольная ярмарка, так ее называют сами ученики, ежегодное мероприятие с нетерпением ожидаемое и детьми, и их родителями. Мы продаем мочные изделия. Мы на классном часу делали разные игрушки для елки, книжки, которые не читаются дома, всякие игрушки, которые делали сами дома. Мы сделали достаточно, да. Это работа своими руками, это кропотливо. Дети сегодня приготовили на ярмарку елочные украшения, снежинки, гирлянды. Многие что-то испекли. Пряники, плюшки, новогодние игрушки, украшения на елочку, ажурные салфетки. Теперь главное – выгодно продать товар. Второклассница Катя Кузнецова впервые за прилавком, поэтому немного волнуется. Много народа, очередей очень много, и бывает очень трудно. Тысяча-две каждый класс внес свою маленькую лепту в общую копилку. Рекорд по продажам более 24 тысяч рублей поставил пятый Б-класс, а первый А заработал 17 тысяч рублей. Всего же общими усилиями школьники собрали более 103 тысяч рублей. Помогать мы будем деткам, которые проходят лечение в учреждениях здравоохранения Ненецкого автономного округа. Мы приобретем для них игры, какие-то канцелярские принадлежности, то есть то, чем можно будет скрасить их досуг. Сегодня у нас не просто ярмарка планировалась, а выставка продажа. То есть ребята сделали очень много интересных вещей. Эксклюзивные магнитики с национальной символикой Ненецкого автономного округа. Красивые елочные игрушки вместе с родителями, с учителями, что очень, конечно же, ценно. Кстати, на средства, вырученные на прошлой ярмарке, школьники купили портативные телевизоры для Пустозирского дома-интерната. Впрочем, субботнее мероприятие одной ярмаркой не ограничилось. Во дворе школы старшеклассники, участники движения «Молодая гвардия» организовали строительство снежной крепости. Сидели мы достаточно уже поздно вечером, думали о том, как развлечь детей, чем им заняться и что можно сделать к Новому году, какой подарок. Ну и пришла идея снежной крепости. Мы долго смотрели, думали, как ее сделать. В итоге все подготовили, придумали. И вот теперь мы строим саму крепость. К строительству подошли с умом. Сначала сделали проект, подготовили специальные опалубки. И только после этого приступили к работе. У некоторых ребят есть просто. Есть ребята, которые направили нас на это. Мы делали вчера эти опалубки и сегодня их используем в строительстве. Но крепость не простояла долго. Аномальная для середины декабря погода внесла коррективы. Постройка разрушилась под дождем. Однако ребята не унывают, ведь главная идея и группа единомышленников. А воплотить ее можно в любое время. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север».